Давай заново все это перескажу. Я уже в дебри в какие-то пошел. Не будем стоп нажимать. Я надеюсь, что можно где-то сделать кат. Я впервые оказался на Камчатке в феврале месяце. Я никогда не был здесь зимой. Все разы, что я бывал до этого на снежной долине, это была уже поздняя-поздняя весна. Поэтому невероятно круто очутиться здесь именно в это время, в феврале. Но, к сожалению, до начала поездки я очень сильно заболел. У меня была температура 39 градусов, насморк, кашель и все-все-все остальное, что только может быть. Я думал, что поездка на грани срыва. Jet lag, 9-часовая разница. Я толком вообще не понимал, что сегодня происходит. Но, несмотря на это, мы нашли классные места, мы сняли какие-то кадры и вроде как все рады, довольны. Йоу. Йоу. Вот там вот группа моих бездельников собирают оборудование. Почти готовы выставляться. А вот так выглядит наш первый спот. Линия подушек с плоским приземлением. Вот я и забрался наверх. Сверху все выглядит совершенно по-другому. Вообще ничего не понятно, если честно. Надеюсь, не получится. Что, блядь? Как это было? Посмотрим. Ну, ты чего, недовольный? Я довольный. Просто я себя еще плохо чувствую. Болезнь не отошел. Может быть, у меня есть еще попыточка как-то есть? Я думаю, есть попыточка. Всем доброе утро. Второй съемочный день. В 7.30 утра я иду на завтрак. Мы специально попросили персонал Снежной долины провести нам завтрак пораньше. Потому что сразу после завтрака у нас гигантские планы. Мы уйдем в легендарное место, которое называется полигон. для того, чтобы выйти там из зоны комфорта. Да, вот так вот. Вчера ездили на разведку проверить снег. И были от этого места, может быть, метров в 30. И снег был просто идеальный. Приехали сегодня сюда. И здесь перейдут и перемороженный снег с почти 7-сантиметровой корочкой. У нас терзает смутные сомнения по поводу этого места. И вообще непонятно, тратить время на этот спот или нет. Давай, я смотрю. Ну, надо... сможешь дальше кинуть? Ты это слышал? Да, там амбитон, короче. Опять же, понял, что ты кидаешь на шишку? На шишку, да? Да, это все на шишку. Это вообще ни одного снежка не было в зону приземления. Что же он? Он спрыгнул и покатился вниз, не разбив. У нас не хватает сил до кинуть до приземления снежок. С точки вылета. И все, куда мы кидали, снег разбивался о корку. Или вообще не разбивался, просто скатывался. Поэтому очень сложно сказать, что происходит со снегом с верхней зоны. Идем вниз. Так, только что проедал снег снизу. Снизу ситуация выглядит куда лучше, чем то, что у нас наверху творится со снегом. Поэтому мы приняли решение строить. И будем надеяться, что все сработает. Вон они. Уже ржут. Видимо, представляют, как я буду кубарем падать здесь. Ничего, я вам докажу, что никакая корка мне не помешает. Даже описывая. Уже щи сварила. А ты все копаешь. Женя, иди есть. Что это? Кофейный столик. Садишься. Все, можно принимать пищу. Где мой кофе? Нет. Я вам скажу, что завтра я полечу в космос. Независимо от того, есть там корка на приземлении или что. Сегодня второй съемочный день. Полигон. Это ближайший к базе снежная долина. Большой спот. Обратите внимание на задник. Большой, красивый Вилючинский вулкан. Трамплин готов. Он будет дожидаться завтрашнего утра. И на рассвете мы собираемся его отпрыгать. Окей, стартует через 5 секунд. Чисто блогер. Чего не сделаешь ради подписчиков, понимаешь? Народ больше не хочет смотреть горизонтальные видео в 16 на 9. Поэтому приходится переворачивать камеры и снимать все вертикально. Для инстаграмки приехали на камчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!